Продолжение следует... 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 то его начинают воспринимать как памятник. И давление аудитории очень часто так велико, что он вынужден погружаться в детали своего детства, своей биографии и так далее. Он debe тянуть в детали его родственница, его один биографии. Я бы хотел как-нибудь избежать этого старческого дискурса. Я бы хотел как-нибудь избежать этого старческого дискурса. Я бы хотел как-нибудь избежать этого старческого дискурса. Мы могли поговорить о том, если хочешь, потому что, если хотите, в принципе, это было 1951 и Сталин в Entertain. Я не говорю о том, что вы как индивидуал, вы в очень определенном контексте. И в этом контексте, арт, в частности, есть определенные ограничения. И арт школы и академии есть определенные школы и академии. Дело в том, что я уверен, что присутствующие хорошо информированы о том, каков был сталинский тоталитарный режим. И последующие эпохи за ним Хрущева, Брежнева и так далее. Не стоит на этом останавливаться. Я хочу сказать о том, что при вот этом, казалось бы, очень жестком режиме, тем не менее, вопреки этому режиму существовали светлые стороны. Ну, во-первых, я думаю, что и в нацистской Германии молодые люди любили друг друга. Не точно так же и при Сталине все происходило так, как сейчас. Но это как бы на полях. Дело в том, что, во-первых, коммунисты не были последовательны. И вместо того, чтобы уничтожить всю старую культуру, как это сделал Пол Пот, например, в Камбодии. Они как бы провозгласили, что новая социалистическая культура должна основываться на культуре старой. Абсолютно отвергалось все современное искусство. Это считалось просто буржуазным маразмом. Но старая культура, начиная от древней Греции и возрождения, и дальше изучалась в университетах и в художественных учебных заведениях, была история искусства и история литературы. И поскольку информации было очень мало, то любая публикация, любая книга по истории культуры, которая была нестандартной, мгновенно становилась известной. У нас сейчас живем во время открытости всего. Доступность культуры и культуры. Мы сейчас живем во время открытости всего. доступности информации. И этой информации просто океан. Мы в ней тонем. Мы живем сейчас в период обновленности информации. Мы полностью потерялись и повернулись с информацией, которая нас вокруг. И ценность отдельных артефактов, конечно, теряется. Потому что, когда очень мало, то ты очень внимательно относишься к предмету. А ну и океану, то, в данном составе, то, в данном составе, то, в данном составе, то это очень важен. Виктор сказал, что он ненавидел на крафт-дименцию этой крафт-дименции школы, где он был создан для изготовления маленьких эллифонов. Нелюбовь к дизайну у меня осталась до сих пор и не потому, что я не люблю хорошо сделанную вещь, а потому, что современный дизайн выродился в такой эксгибиционизм. Это предметы, которые мы видим на выставке дизайна или на показах мод, они не для жизни, они как бы это отдельное искусство. И в этом не было бы ничего плохого. Почему, собственно, это воспринимать можно как отдельный вид искусства? Но важно то, из какой почвы растет вот эти вот шоу, которые мы иногда видим по телевизору или посещаем их, показы мод или выставки супер дизайна. Что более важно, чтобы понять, на какой уровне, на какой уровне, на какой уровне, на какой уровне все эти эксклюзивы и все эти шоуы растут. Ненавиду, вы следили по пути многих московских концептуалистов. Субтитры сделал по пути многих московских концептуалистов. Субтитры сделал по пути многих московских концептуалистов. Взаим, как будто вы начали зарабатывать себе на жизнь как имлужден egнических книг. Мы говорили сегодня о беде о Андерсоне, но я знаю, что вы выяснили один из самых важных книгах в то время, начиная с М. Веселые картинки. Ну, это было Веселые картинки. Что это было? Веселые картинки. Веселые картинки, а не Морзилка. Я думаю, что это было Веселые картинки. И это было плохо. Кто-то еще не был, а не я. Прошу прощения, но поскольку здесь присутствуют многие русские, то вот это лого журнала Веселые картинки... Это лого Веселые картинки. Джолли Пиктерс. Джолли Пиктерс. Джолли Пиктерс. Джолли Пиктерс. Человек и ваших коллег был в рисовании этих детских рисунков. Джолли Пиктерс. И детские картины. Which, it shows itself in a certain naivety of style and clarity of style. И yet underneath that, this theme of existential anxiety you've spoken about. And then I must say the very, very enormous culture and deep philosophical and literary background that you and your colleagues had. So there is a total discrepancy in one way between what we see, which is kind of floating on the top of a very, very deep humanist culture and awareness of European tradition. The fact that you are absolutely right, and most people know that many artists of the so-called Moscow Conceptual School worked as a child illustrators. Of course you are right, and this is a little like common knowledge now that many of the artists of the so-called Moscow Conceptualism did indeed work and made their living as a graphic illustrators for children's literature. And this indeed has put its unique stamp on the entire art, and that's why it looks very original. Because the experience that we had, that we all kind of gathered throughout our years of work, with the graphic illustrations, it inevitably showed, and they yielded the results that we did, that we see in the work of artists. In the end of the, in the late 60s, when the Russian art, the Soviet art rather, was kind of opening itself to the world in very limited ways, mostly through diplomats or journalists who were coming and getting to know the artists and their art. And there were very few of those, of course. And we, as the artists, were poised before an important question. We have already had a chance to get ourselves acquainted with the contemporary Western art, if not through the direct contact of the exhibitions, but at least through art magazines. One should say, nonetheless, that you spoke to me about the fact that you went to the famous Kitchen exhibition, you saw the Picasso exhibition, you saw the Lege exhibition with Nadia Lege. There was, there was an opening in the late 50s, early 60s, that afforded some artists real contact with modernist works. Let alone the publications of Lifshitz, or, before we get onto the influx of foreign periodicals, which we know around. Let's move on to the French newspapers. I have to ask you for forgiveness, I will have to continue my thought that I have. Yes, please do. And we understood that the kind of mainstream of the Russian visual art is, in fact, in the Russian literature. And the trick was to somehow add all these visual elements to this kind of pivotal mainstream block of Russian culture, which was the Russian literature. And that's how we come to this genre of albums, which incorporates both visuals and the word. I want to, I want to, I want to, I want to, I want to underline, to emphasize here that it's not their language. И это открыло огромные возможности, прежде всего, для беседы со зрителем. Визуальное искусство, при том, что, если мы возьмем любую картину, там нет никаких скрытых ящичков. Все как будто открыто. И тем не менее, оно очень трудно для чтения зрителя. Когда мы попробовали соединить текст и образ, то это для зрителя оказалось вот той ниточкой, которую, так сказать, он мог дальше уже раскручивать и читать эти вещи. И когда мы пытались интегрировать имя и текст, то текст turned out to be this kind of auxiliary, this kind of help, this kind of thing that helped the viewer to get into the meaning. Does Victor mean extended titles, narratives, when he says text and not words? Because the works, I'm sure, here have little text. Сами работы по себе не имеют, как правило, так уж и много текста. I'm asking for the benefit of the audience. Дело в том, что нет, это не совсем так. Картины, конечно, там в русских картинах очень много текста. В смысле, какие-то слова написаны и так далее. If you look at the pictures, they would have lots and lots of text, words. Like this. That's this, да, например? Да. Здесь, просто, здесь очень короткие, как бы, слова, the text. Here, they're quite short. Yes. А вот жанр альбомов... But in these, in these, we are familiar with this kind of cursive script relating to the text. Это текст, который имеет прямое отношение к изобразительному ряду. Я прошу прощения, потому что не все знают, что я под этим имею в виду, что такое альбом. Not everybody probably understands what I mean, but about album, when I use the word album here. Представьте себе... Imagine... Вот примерно такого размера... Пачку бумаги. Pack of leaves, of sheets, paper sheets. Представьте себе мастерскую художника того времени, и приходят гости. 4-5 человек. Художник ставит эту пачку бумаги... ...на пюпитр... ...и вот так вот двигает эти листы. На этих листах либо что-то нарисовано, либо что-то написано, здесь подключен нарратив, здесь подключена литература, здесь в этом показе элементы фильма, элементы театра, поскольку художник выступает как актер, он комментирует эти листы, и так далее. Так что это абсолютно синтетический жанр. И который очень, очень хорошо для вот этих людей, так сказать, доходчив. Which is very accessible for his limited audience. But it also implies a special kind of spectatorship, an intimate and special relationship with the artist. Специальное отношение между художниками и его аудиторией, очень интимное, очень близко. Да. Это, конечно, возникло еще, и вот этот жанр возник еще и потому, что нельзя было выставиться нормально. Also, of course, came up because there were no other opportunities to exhibit your work in a very proper way. And our audience, they were just coming to our ateliers, to our studios. And it was a matter of communication between the artist and his audience. I was saying, nonetheless, it seems to us retrospectively a very privileged, intense moment, like the moment of Montparnasse in the 20s. This is a very special moment, a very special moment of the 70s in Alaska. Очень приватный, да. Что было очень интенсивное, напряженное отношение между художниками и его аудиторией. Но, как все очень интересно и положительно имеет свою обратную сторону. But as everything which is very nice and positive, it has its reverse side. Когда появилась возможность выставляться, when we had a chance to exhibit, finally, we had a chance to exhibit our work. And these albums, they were exhibited as separate pages on the exhibition. They lost, they completely lost the entire charm and the entire... Because they are the family works. Exactly. Кроме того, поскольку сам этот жанр вышел из книги, And since the genre itself had grown out of a book... Yes, yes, yes. ...as an artefact, as an artefact... И конкретно из какой книги? Каждый из нас знает книги конца 19-го века, начало 20-го века, допустим, приключенческую литературу. И мы помним, допустим, гравюру... ...гравюру в книге Жюль Верна... А внизу написано... ...красные собаки вырвались огромной стаей из-за скалы. И из этого культурного феномена... ...картинка с подписью вышел этот жанр альбома. ...картинка с подписью вышел из-за скалы. И из-за того, как все эти альбомы... ...это из-за того, как они вырвались. И только для зрителей, мы должны сказать, что вашими любимыми друзьями в то время были люди как Эрик Булатов, Илья Кабабах, the great poet Dimitri Pregoff, whom subsequently you visited in London, a poet I don't know so well, Orsay Dries, whom you illustrated. Orsay Dries. So there was an intense relationship between artists and contemporary writers and poets, and poets themselves, like Pregoff, doing concrete poetry, a very fluid relationship between жанр. Then I must ask you one little thing I've read since lunch.